пропагандисты бьют нам по голове кувалдой я бью иголкой но зато бью в самое сердце здравствуйте люди добрые вы находитесь на канале голос правды недавно московский блогер захар артемьев называющий себя захарычем блаженным обозвал весь русский народ говном он проклял нас наших детей наших матерей богом единым затем он принес свои извинения в коротком видео причем в этом видео он не смотрел в объектив камеры он смотрел мне показалось что в какой-то заранее заготовленный текст или он уже окончательно косил от пьянства и лжи и от себя хочу добавить что я не верю его извинения почему потому что русский человек никогда не назовет свой русский народ говном во первых во вторых потому что православный человек коем себя называет захарыч блаженный он верит в троицу в святую троицу они в единого бога единого бога верят иудеи а православные верят святую троицу бога отца бога сына иисуса христа и в святой дух меня задели слова захара артемьева не меня лично а то что он обозвал мой народ говном друзья я считаю что ни один человек мира не может обозвать ни один народ мира вот таким непотребным словом себя лично можно обозвать говном я себя лично считаю говном глазах бога почему потому что я грешный человек я совершаю грехи каюсь в них и снова грешу и ничего с этим не могу поделать я говно перед глазами бога но целый народ так обозвать извините у меня язык не поворачивается а у кого-то поворачивается знаете я сегодня хочу принести извинения перед немецким народом мы русский народ совершили много бесчинств на немецкой земле я хочу попросить прощения за это у немецкого народа также я хочу простить немецкий народ за все те бедствия которые он причинял моему народу я хочу попросить прощения у польского народа за все то зло которое мы совершили на польской земле я хочу простить польский народ за все то зло которое вы совершили на нашей земле я хочу попросить прощения у чеченского народа за все то зло которое русские совершили на вашей земле и хочу Я хочу простить чеченский народ за все те бедствия, которые вы принесли нашей земле. Я хочу попросить прощения у украинского народа за то, что мы оккупировали половину вашей территории, территории вашей страны, за то, что мы убивали наших и продолжаем убивать наших братьев. Простите нас, украинцы. Я хочу попросить у вас прощения за то, что я вас называл хохлами. Простите нас, русских. Вы знаете, я вот вспомнил, как-то находился в лагере Диоксинова, мы его называли, под Казанью. Мы были противниками строительства мусоросжигательного завода под Казанью. И вот мы сидели у костра. 12 суток я сидел. Весь черный был от этого костра, как черт. Чумазый, вонючий, пропах этим костром. И приехала какая-то девушка, татарка. Она привезла нам продукты, пришла поддержать нас. Вы знаете, я не выдержал, хоть я был весь черный, весь в саже. Черный, как трубочист. От меня пахло, невыносимо пахло костром. Но я все-таки не выдержал. Обнял ее и поцеловал. Вот, украинцы, несмотря на то, что мы совершили перед вами на все наши преступления, вот я себя чувствую, да, вот этим говном, черным, вонючим. Но я все-таки хочу вас обнять. После этого вы можете ненавидеть нас, презирать нас. Ну, знаете, мы вас любим. И мы считаем вас братьями. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.